В интернете в свободной продаже, нелегальной кстати, находится огромное количество всевозможных баз персональных данных. Ну буквально на любой вкус. Паспорта, телефоны, номера автомобилей, в том числе кредитные дебетовые карты. Феликс вычислил одного деятеля, который продает за вознаграждение фотографии с кредитных карт, причем с двух сторон. И там, где фамилия и имя отчества с номером карты, и с другой стороны, там, где есть CVV-код. Феликс вычислил, что этот негодяй работает из одного и того же кафе. Вычислил его по айпишнику. Я попросил ребят, чтобы они разобрались с ним. Они встретились с хозяином ресторана, и тот обещал помочь очистить свое заведение от крыс. Так, ребята, приготовились. Пора брать этого гаденыша. Став, твой выход. Сейчас вы увидите, почему с вашей карты могут внезапно списаться деньги. Вот дает, слушай, ну и что там, сколько по времени все. Вот дает, вот крутая, слушай. Извините, прошла. Подожди. Да, прошла. Ладно, давайте еще раз. Да, 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 иди. Ну. Извините, какая-то проблема в терминале. Скажите, все в порядке. Может быть, пройдем на... Или, если хотите, давайте я карту возьму. Вам чек принесу. Да нет, я здесь, в кафешке. И что, и что там? Нормальная, да? А что тут бабушка? Есть, ребята, можно брать. Чучев, карту дай. Карту, карту дай сюда. Карту дай, что смотрит. Ну ты конченый, до последнего не видел, что это ты. Телефончик, дай сюда. Стой, стой. 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 Что? Воровать научился двигать никак, да? Ну вот, я же вам говорила, что мы на раз-два вычислим ключи. Ты знаешь, что ты сделал? Ты хотя бы понимаешь. Я чуть в бедность и... Я людей хотел уволить. Тихо, 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 вернулся. Все, спокойно, спокойно. Так, посмотрите, вот эта флешечка. На ней вся информация. И, в общем, все, что нужно для того, чтобы его закрыть. Держите. Спасибо. Стоять. Ребят, честное слово, так благодарен. Такое дело большое сделали. Хочу сейчас вас угостить. Пойдите. Мы бы с удовольствием, но, понимаете, у нас новое дело. И мы успеваем. Я бы поел что-нибудь. Давайте я вам с собой заберу. Да? Да. Только Стасу в булки не кладите, а то ему вредно. Хорош за мир. Ладно, ребят, время идет, оно раздится. Давайте деваться и крем. Давай, этого я с собой заберу. Да не дергайся ты. Попался еще. Они не супергерои. Они обычные ребята. Просто они предпочитают действовать. Стой. Калина Николаевна, ну что вы? Ну что ж, ухвачь, радоваться надо. Деньги вернулись. Стас Соколов. Тренер по боксу. Находчивый. Бескомпромиссный. Ну что? А? Ну не тех нарвались, уроды. Дарья Рубинская. Журналист. Вообще, знаете, я всегда хотела людям помогать. Ты слезай. Нести не перестанешь. Я тебе омлет в штанах устрою, ты понял? Дерзкая, инициативная. Владимир Сарков, бывший морпех. Что надо? Здорово! Нет. Жесткий, принципиальный. Ты же сказал! Мы объединились, чтобы вместе начать охоту на мошенников. Охота началась. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Банка якобы с вашим счетом что-то не то происходит. И у людей выманивают деньги. Вынуждают их отправить секретный пин-код и обчищают их картой. И надоели звонки из салонов красоты и медицинских центров, где людям навязывают ненужные услуги и процедуры. Заставляя людей тратить свои кровно заработанные деньги или же брать кредиты. Но достало все. У меня блок просто переполнен этими сообщениями. И я решил заняться этим вопросом. И для этого я подключу ребят. Привет, Влад. Здорово, Володь. Занят? Ну, ресторан почищен, готовый дальше проводить дезинфекцию. Говори, что нового. Слушай, я хочу вас попросить, чтобы вы занялись телефонными разводилами. И работу свою начали вот с теми, кто предлагает товары для здоровья. Ну, отлично. Влад, а есть какие-то конкретные предложения по их поиску? Есть. Я уже попросил Феликса, чтобы он сделал вам подборочку, ну, таких сомнительных объявлений о наборе персонала в колл-центре. Начнете с этого. Ну, а там сориентируйтесь на месте. Отлично, Влад. Спасибо за наводку. Счастливой охотой. Так, Феликс уже закинул в облако пару подозрительных вакансий. Ну, а так как в таких центрах обычно набирают девушек, будем тебя трудоустраивать. Ты думаешь, ты меня напугал? Мой профиль – многопрофильность, между прочим. Почему? Ну, Даш, для начала мы составим теплоподобное резюме. И потом будем шерстить всех из списка Феликса. Короче, объявляем охоту на телефонных разводил. Я хочу вас попросить, чтобы вы занялись телефонными разводилами. И работу свою начали вот с теми, кто предлагает товары для здоровья. Я уже попросил Феликса, чтобы он сделал вам подборочку, ну, таких сомнительных объявлений о наборе персонала в колл-центре. Отлично, Влад. Спасибо за наводку. Будем тебя трудоустраивать. Мой профиль – многопрофильность, между прочим. Даш, для начала мы составим теплоподобное резюме. И потом будем шерстить всех из списка Феликса. Так, ну, надеюсь, в этот раз мы выйдем на след. Даш, ну, это только третье собеседование. Походу, из этой конторы звонят. Алло. Да, я уже иду. Я уже рядом. Ты из крытки взяла? Да. Куда я без них-то, чё? Да, и смотри, там, поосторожнее. Володя, сплю, чё-то. Ну, сплю, не сплю, не сплю. Ну, насчет этого не обещаю. Все, ребят, на связи. Удачи. Ты знаешь, почему я уверен, что мы идем правильным путем? Почему? Потому что это первый колл-центр, который не обозначил сферу своей деятельности. Ну, сейчас проверю. Парни, я подхожу. Даша, главное первым делом узнать название этой конторы, чтобы мы сразу начали что-то выяснять. Окей. Удачи. Дарья, вы видите, Тарья? Да, здравствуйте. Ну, наконец-то, на улице-то не лето. Слушайте, ну, у вас очень сложно найти, а вы же мне название фирмы не сказали, я даже не знала, куда идти. Ну, можно было и побольше приехать. Ну, понятно. Ну, а название-то какое? Пойдемте. Очевидно, в офис так просто не попадешь, раз Дашу вышли встречать. Ты, заметьте, даже на вопрос о названии не ответили. Что это за секретный объект такой? Ну, да, так бы пробили и уже знали, с кем имеем дело. Ладно, посмотрим, что Даша предложит. Валерий Петрович, Дарья Рубинская на собеседование. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно, да, я тут вещи? Да, да, конечно. Ставлю. Здесь можно присесть? Да, присаживайтесь. Сейчас я вам анкету отдам. Ага. А можно ручкой? Да, прошу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, в каком именно филиале Питера вы работали? В Твери. А, в смысле? Ну, в смысле, их там много. Я просто там жил пять лет. На, на, вам улицу назвать? Центральный офис Коминтерна. На Коминтерна, в центре. В центре. Пашу Сколкова знаете? Директор. Стас, давай, 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 давай. Девушку одну подставил. Не слышали? Стас. Ну, по крайней мере, был там один Паша, но он был в отделе ремонта. Ну, знаете, я же с девочками отдельно сидела, я в службе поддержки работала, поэтому... Фух. С Пашей не пересекла. Стас, красотка. Хорошо выше дует, да, директор? Проверяет. Ага. Значит, опыта продаж у вас нет, да? Нет. Но я думаю, что это не будет проблемой. К сожалению, не будет. Почему? Ну, подождите. Ну, принцип работы один и тот же. Это обзвоны, это разговоры с клиентами. Послушайте, мне очень нужна эта работа, правда. У меня долги. Я все, что угодно впарить могу. Все, что угодно? Да. Противоцируйтесь. А, ну... Что? Ручку хотите мне продать? А давайте вы мой телефончик запишите. Ну, когда вам скучно станет, позвоните. Что-нибудь придумаем. Интересно. Ну? Диктуруйте номер. Нет, вы что, вы с ума сошли? Я свой номер вслух не диктую. Поэтому только ручка. Убедили. У вас есть шанс. Спасибо. Так, ну что, давайте я вам расскажу о нашей компании. Наша компания называется «Лайк Глобл». Мы на рынке уже около года. И занимаемся продажами с помощью директ-маркетинга. Это холодные звонки? Именно. Скажите, а что надо будет продавать? Лекарственные препараты. А я могу, если я вообще не фармацевт? Я имею право. Ну, успокойтесь. У нас все законно. Юридические стороны тоже моя главная боль. Вам самое главное – это чтобы были продажи, и чтобы клиенты получали свое лекарство. Я поняла. А что за лекарство вы продаете? Это препарат от гипертонии. Препарат называется «Ультим». Он избавляет людей от так называемых тихоубийц. Отлично. Теперь у нас есть название фирмы и препарата. Сейчас отправлю сообщение Феликсу. Пусть пробьет эту фирму и сам препарат. Нет, ну ты знаешь, я о многих препаратах против гипертонии слышал. На таком первый раз. Я тебе говорю, я прямо утром чувствую, что такое какая-то. Ну вот и узнаем. А первый день у меня когда? Я думаю, что сегодня. Вы хотите зарабатывать? Да, конечно. Договор заполним позже. Посмотрим, как вы справитесь с задачей. Хорошо. Ну вот, это я вам оставляю тогда. Хорошо. Пойдемте тогда сами. Ведите. Прошу вас. Знакомьтесь, это Света, наша девчонка. Привет. Очень приятно. Даша, потенциальная работница. Да. Объясни, что к чему, в виде в курс дела. Садись на стол. Все, девчонки, работаем. Так, а можно я пальто повешу? Да, да, да. Где? А, тут. Даша, все нормально, картинка есть. Работа кипит, смотри. Да, настоящая улей, как щелки жужжат. Продажа работала? Нет, не работала. Ну, я принцип работы... Слушай, а можно водички попить? Да, вот так уже. Да, я что-то пока собеседование проходила, что-то я перенервничала. Ну, звонить умеешь? Я принцип работы знаю. Ну, просто главное в разговоре зацепиться, а потом по инструкции гоняешь, и все. Окей, смотри, на каждом столе есть компьютер. Короче, на компьютере у тебя логин, пароль. Видишь, вводишь, входишь в систему, у тебя появляется табличка с номерами. Тот, который не отмеченный номер, выбираешь, звонишь и, собственно, общаешься. Ты должна просто четко по скрипту общаться. То есть тут все есть, старики люди такие, знаешь... Да, шпарят бумажки. Отработанные технологии общения с клиентом. Представляете, есть целая наука, как заставить вас распрощаться с вашими деньгами. И на каждое возражение есть специально заготовленный ответ. Попочка, езжная побочка, как действует. Тут все есть, поэтому ты это выучи. Слушай, а может ты мне покажешь, как работать? Ты же тут связан. Да. Да, давай. Давай, мастер-класс. Алло, Наталья Дмитриевна? Да, здравствуйте. Вас беспокоит Центр научных исследований. Скажите, пожалуйста, у вас найдется минутка ответить на пару вопросов? Как часто у вас болит голова? А давление беспокоит? А какие препараты принимаете? Наталья Дмитриевна, хочу вас проинформировать, что в Японии появился новый препарат. О, Феликс. Привет, Феликс, ты на громкой. Здорово. Привет всем. Феликс, скажи, удалось что-нибудь пробить по фирме? Ну, как сказать, компании Light Club не существует. О, как. А что по препарату? Инфоны, эти таблетки есть на разных сайтах и форумах, но все они ведут в один интернет-магазин. И там эти таблетки можно заказать. Самовывоза нет. Заполняешь заявку, и с тобой потом связываются. Выходных данных нет. Ни телефона, ни названия производителя, ни его адреса. То есть, я так понимаю, по всей России работают, да? Да, видимо, крупная рыбка вам попалась. Ага, крупная, будем подсекать. Спасибо, Феликс. Да, всегда, пожалуйста, звоните, если что. Смотри, Стас, по всем фронтам бомбят. Короче, что получается? Если кому-то станет хреново, они захотят судиться, они просто этих мошенников не найдут. Ни номеров в телефонах, ни адресов же нету. Это точно. Даша, походу, это наши клиенты. Будь осторожна и не пались. Да, я все записала. Ожидайте тогда посылку. До свидания, хорошего дня. Проще пареной репы. Ну да, звучит вроде бы довольно легко. Сложная, конечно, попалась. Наталья Дмитриевна, значит, ну, в общем, опираешься сюда. Здесь есть все ответы. Там бывают разные вопросы. В принципе, ничего сложного. Слушай, а если позвонят с жалобами, какие-нибудь? А входящий поток, он заблокирован? Ну, в общем, не парься. Пробуй. Ты представляешь, сколько людей покупают эти препараты? Если каждая из них должна сделать 10 продаж в день минимум. И то впихивать под доверчивым пенсионерам. Надо достать эти таблетки, отдать их на экспертизу. Не дай бог, какую гадость впаривают на юную людям. Ну, как раз нужно понять, как они действуют. Даша, нам нужны клиенты, которые заказывали этот препарат пару месяцев назад. Покопайся, пожалуйста, в базе по Москве. Я хочу вас попросить, чтобы вы занялись телефонными разводилами. И работу свою начали вот с теми. Кто предлагает таборы для здоровья? Валерий Петрович, Дарья Ильбинская, на соседовании. Здравствуйте. Здравствуйте. Это первый колл-центр, который не обозначил сферу своей деятельности. Послушайте, мне очень нужна эта работа, правда. У меня долги. Я все, что угодно впарить могу. Ручку хотите мне продать? А давайте вы мой телефончик запишите. Убедили. У вас есть шанс. Ваша компания называется Лайкоба. Занимаемся продажами с помощью директ-маркетинга. Это холодные звонки. А что за лекарства вы продаете? Это препарат от гипертонии. Сейчас отправлю сообщение Феликсу. Пусть пробьет эту фирму и сам препарат. Знакомься, это Света, наша дверечка. Все, девчонки работали. Хочешь в систему, у тебя появляется табличка с номерами. Надо достать эти таблетки, отдать их на экспертизу. Даша, нам нужны клиенты, которые заказывали этот препарат пару месяцев назад. Покопайся, пожалуйста, в базе по Москве. Даша, экран видим. Читается хорошо. Так, а еще раньше. Отлично, стоп. Вот этот адрес находится рядом с нами. Подарись, сейчас перепишу. Галина Ивановна, 45-го года рождения. Заказывала полный курс два месяца назад. Полный курс идет три месяца. Значит, у нее таблетки должны остаться. Надеюсь. Так, Даша, я все записал. Работай спокойно по инструкции. Так, чтобы не было претензий. Только данные никакие не заноси. Так, ладно. Я поехал по адресу Галины Ивановны. Давай, окей. Так. Алло, добрый день. Александра Ивановна, здравствуйте. Да, вас беспокоят из Центра научных исследований. Скажите, пожалуйста, у вас есть минутка? Вот вам и директ-маркетинг. Звонит вам милая девушка. И по четко налаженной схеме начинает впаривать непонятно что. А ведь эти девушки, которые работают в колл-центре, наверняка понимают, что они делают. И за что получают свои деньги. Только они забывают об одном. Что за все свои дела и поступки рано или поздно придется отвечать. Да, к сожалению, в аптеках его купить нельзя. Как вы понимаете, если все люди станут здоровыми, аптеки обанкротятся. Да, доставка по всей России. Все, готово. Спасибо большое. Я тогда вам позвоню и проконтролирую процесс. Да, отлично. Не болейте, до свидания. Девушка, а вы когда всех обманете, чем планируете заниматься? А если серьезнее, давай аккуратнее, чтобы никто не спалил, что ты заказы не вносишь. Так, Стас, я на месте. Сейчас узнаем, остались таблетки у покупателя. Хорошо. Держи меня в курсе. Все, Паша, пошли. Паш, ты постой пока здесь, чтобы не пугать людей. Видел камеру. Здравствуйте. А скажите, я могу увидеть Галину Ивановну? Здрасте. Бабушка умерла. Так. Извините, соболезная. А когда это случилось? Неделю назад от инсульта. Простите, я вас не помню. Вы были и очень... А, извините, я не представился. Меня зовут Владимир Сарков, телеканал Че. Мы охотимся на мошенников. Вы не могли бы подсказать инсульт, давление, так понимаю? Она принимала какие-то препараты от этого, правильно? Да, она принимала лекарство какое-то. Ей сказали, что оно супер. А лекарство называется ультимал... Так? Да, да. И даже сказали специально, что... Ну, как я помню, что другие лекарства не надо принимать. То есть, что оно самое лучшее, да? Что можно, в принципе, забыть о тех препаратах и принимать только его. Да. Ну, я просила ее сходить к врачу и... Извините, мне не по себе. Она все время отказывалась и очень сильно верила именно в это лекарство, что оно на самом деле действующее. Скажите, а это лекарство еще осталось у вас? Ну, есть там какие-то таблетки остались вообще? Вы не могли бы дать их мне на экспертизы? Потому что мы подозреваем, что вот именно эти лекарства могли спровоцировать кризис. Да, сейчас принесу. А по поводу мошенников, это может быть, что от этого она... Вполне вероятно. Мы сделаем экспертизу этого препарата, чтобы точно знать его состав. Уведомите меня, пожалуйста, о результате. Да, хорошо. Я вам оставлю номер. Держите. Еще раз извините. До свидания. Позвоните, пожалуйста. До свидания. Это жесть какая-то. Это уже не мошенники. Это люди, которые перешли всякие границы. Это убийцы. Даш, в общем, Володя достал таблетки эти и отдал их на экспертизу. Но есть новость, что женщина, которая их принимала, умерла неделю назад. Да, согласен. Жесть, конечно. И нужно выяснить поскорее, смерть наступила вследствие приема этих таблеток или нет. Это как? А, да, все отлично. Справляюсь. Помощь мне нужна? Да нет, все классно. Ты же меня научила. Мать, у тебя ни одной продажи нет, я посмотрела в таблице. Да ладно, ты что? Я заполняла, я же звонила сегодня. Давай, давай, соберись. Спасибо, я сейчас все исправлю. Сколько ты сделала звонков? Ну, я... Сто звонков в день уже. Ладно, давай, я поняла, прости. Не трат, ладно? Я исправлюсь. Спустой. Угу. Даш, будь поаккуратнее. Что-то он тебя так жестко пасет. Так, с каких-то пор мы все так полюбили работу? Да. Спасибо. Что-то получается? Мы обедать. Ты пойдешь с нами? А, да нет, у меня с собой. Слушай, ну ты странная, конечно. Ладно, ладно, мы пошли. Угу. Я хочу вас попросить, чтобы вы занялись телефонными разводилами. И работу свою начали вот с теми, кто предлагает товары для здоровья. Наша компания называется «Лайгогл». А что за лекарства вы продаете? Это препараты от гипертонии. Даша, нам нужны клиенты, которые заказывали этот препарат пару месяцев назад. Ну, как раз нужно понять, как они действуют. Вот этот адрес находится рядом с нами. Галина Ивановна заказывала полный курс два месяца назад. Здравствуйте. А скажите, я могу увидеть Галину Ивановну? Здрасте. Бабушка умерла. Мы подозреваем, что вот именно эти лекарства могли спровоцировать кризис. Даша, в общем, Володя достал таблетки эти и отдал их на экспертизу. Мать, у тебя нет на продаже лиц. Я посмотрела в таблице. Да ладно, ну ты что? Я заполняла. Я же звонила сегодня. Он все не трат, ладно? Я исправлюсь. Даша, будь поаккуратнее. Что-то он так жестко пасет. Я готова сделать полюбию работу. Моя пьета. Ты пойдешь с нами? Да нет, у меня с собой. Ну что там? Ну что, жду звонка от Макса из лаборатории. С минуты на минуту. А где все? Да фиг знает. Пришел директор, всех забрал на обед куда-то. Интересный дружный коллективчик. Хотя это как-то странно. Ну ладно. В принципе, оно и хорошо, что Даша осталась одна. И там никого нет. Так. О, Макс. Привет, Макс. Здорово. Привет, Ого. Макс, повеси секундочку, я сейчас Дашу подключу. Даша, Макс на связи с лабораторией. Я тебя подключил. Ну, рассказывай, Макс, что там? Да тут, собственно говоря, ионизировать-то нечего. В составе таблеток карбонат кальция. Слушай, это, конечно, все интересно, но нифига не понятно. Давай попроще. Что это значит? Это не лекарство? Это обычный прессованный мел. Никакого активного вещества в составе нет. Ну и, конечно, он никакое лекарство направленного в действие заменить не может. Спасибо, Макс, спасибо, выручил. Спасибо. Спасибо, Макс. Нифига себе таблетка счастья. Ну, то, что это мел, понятно, но это не факт, что таблетка убивает людей. Слушай, я понимаю, что это не факт, но эта контора причастна, Стас. Они так изящно промыли мозги женщине, что она перестала принимать таблетки, прописанные врачом, и переключилась на препарат, который является пустышкой. Это да, это да. В общем, короче, нам нужно найти точку, где фасуют этот мел. Даша, у тебя сейчас есть хорошая возможность пока никого нет покопаться в бумагах этого перца. Нам нужно найти зацепку на верхушку и на место производства. Только, пожалуйста, будь осторожным. Володь, чего чудите опять? Куда так рисковать? Стас, я понимаю, что мы рискуем, но другого шанса у нас может не быть. Так, 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 что это мы тут делаем? Блин, это очень плохо. Я же не говорила, что он... Я же не может, Марс. Да нет, я просто фотографию хотела сделать. Просто фотку на телефон, ничего особенного. Ну, типа, я директор, знаете, на первый рабочий день. Да, на блогер. Блин, я же сказал, да, будь аккуратнее, Володя, она просто попала в ловушку. Я понимаю, понимаю. Я за Дашкой вылучать ее. А ты будь на связи. Понял? Давай, давай. Даш, Даш, Володя, тебе выбегай, ты держись там. Ничего, я не успела, даже снять. Давай, подсобку ее, подсобку. Скотч, давай, где скотч? Скотч там. Давай, не рыпайся, я тебе говорю. Да я ничего не сделала. Да ты, побачь еще, давай. Заткнись. Где я? Помаляешься там до вечера? Володя, Дашку связали, куда-то тащат по коридорам. Давай, 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 Дарис. Давай, Витя, Дарис. Здравствуйте, слушаю вас. Следующий управляющий компанией теплосетей. Надо проверить подачу горячей воды в ваш дом. Заходите, открываю. А, спасибо. Сажай, сажай. Сиди давай. Поплатье, что? Твои ноги связаны. Поплатье, что? Так, направляй меня. Сейчас, налево, поворачивай. Ну что, до вечера, посиди. Все, все. Сиди давай. Сиди, не рыпайся. Тише сиди. Пойдем. Дверь справа. Здесь дверь открываешь и сразу направо. Там свет слева будет, стороны. Дай, сейчас направо. Направо. Сиди. Красавица. А, черт. А что, нам бои бесправильно засмотрели? Чего так долго? Ну, извини. Ай. Как могли. Кинуть меня тут решили, да? В следующий раз кину, если можешь себя плохо вести. Понятно? Ага. Я этого директора. Сначала я, а потом ты. Давай, давай, давай. Так, секунду, подожди. Подожди, подожди. Даш, постой. Посмотрю, может быть, тут документы ценные есть. Какие помойки. Вова, самым ценным тут была я. Давай, давай, давай. Черт, я пальто и камеры забыла. Давай свое пальто, быстрее, забирай. Время, время. Володя, красава. Алло, Геннадий Борисович? Да. Да, тут проблемка одна нарисовалась. Угу. Зателка какая-то устроилась на работу. Крыса оказалась. Да. На телефон мы ее разбили. Я не знаю, что она донюхивала. Угу. Хорошо. Жду. Даша, ты вообще как? Нормально. Да? Вообще-то не зря там подставилась на самом деле. В смысле? Ну, директор позвонил какому-то там Геннадию Борисовичу, пожаловался на тебя, и тот едет с тобой разбираться. Да ты что? Ну, значит, не зря. Ну, значит. Я думаю, это смотрящие и кто-то еще выше. Мы разворошили с вами осиное гнездо, понимаете? Кстати, я там поставил камеру, так что мы сможем увидеть их рожи, когда они туда придут, и увидеть, что дашки нет. Это, конечно, весело, но главное, что мы сейчас приклеимся к этому Геннадию Борисовичу. Может быть, он нас выведет на производство этих таблеток. Да. Однозначно. Эти уроды за все заплатят. Я хочу вас попросить, чтобы вы занялись телефонными разводилами, и работа своя начали быть с теми, кто предлагает товары для здоровья. А что за лекарства вы продаете? Это препараты в гипертонии. Галина Ивановна заказывала полный курс два месяца назад. Здравствуйте. А скажите, я могу видеть Галину Ивановну? Бабушка умерла. Да тут, собственно говоря, и организировать-то нечего. Это обычный прессованный мел. Но эта контора причастна, Стас. Они так изящно промыли мозги женщины, что она перестала принимать таблетки, прописанные врачом, и переключилась на препарат, который является пустышкой. Это да. Даша, у тебя сейчас есть хорошая возможность пока никого нет покопаться в бумагах этого перца. Вот так, 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 что это мы тут делаем? Я же сказал, но будь аккуратнее, Володя, она просто попала в ловушку. Давай, не упасеть, я говорю. Да я ничего не сделала. Да давай, ты не упомяешься. Володя, Дашку связали, куда-то тащат по коридорам. Сидишь. Красавица. Володя, красава. Геннадий Борисович, да, тут проблемка одна нарисовалась. Нателка какая-то устроилась на работу, крыса оказалась. Ну, хорошо, жду. Я думаю, это смотрящие и кто-то еще выше. Главное, что мы сейчас приклеимся к этому Геннадию Борисовичу, может быть, он нас выведет на производство этих таблеток. Здравствуйте, Геннадий Борисович. О, так это ж тот самый Геннадий Борисович нарисовался. Мерзкая рожа. Ну, теперь-то эта рожа от нас никуда не уйдет. Че ты мычишь, кто пришла? Рассказывай. Не устраиваться на работу, я не знаю. А кто знает, ты здесь главный. Ну, я. Где крыса, ну, я? В подсобке я ее связал. Показывай, связал он. Маньяк, что ли? Если она ментам потом позвонит, о чем думаешь вообще? А теперь, граждане бандиты, вас ждет сюрприз. И как говорит Влад Чижов, на каждую хитрую гайку всегда найдется свой болт с резьбой. Вот. Сбежала. Та-дам! На чем, вразе, обломались? Че посмотрим, что они тут делать. Аминты где на ней? На адресе ее где? Анкета есть, но паспорт я не брал на оформление. Идиот! Че происходит, а? Короче, сворачиваемся. Все расходы за твой счет. Хочу еще раз бы лучше в людях разбираться. Понял. Слушай, наверняка этот Геннадий Борисович на тачке приехал. Давай-ка сядем ему на хвост. Давай. Ну, я тут. Давай, Дашка, давай. Ну, подожди, подонок. Это еще цветочки. Твои проблемы только начинаются. А, все, вышел он. Володь, выключи свет, что-то он какой-то на измене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Володь, ты это... Мы сейчас потеряем просто в этой пробке его. Может, маячок установить или что? Есть идея. Сейчас все сделаем, Стас. Сейчас все сделаем. Володь, ты куда? Время тут на шитофоре стоит. Да успеем. Успеем, что шитофором сейчас все сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужик, я тебя чуть почищу сейчас. Чего творит? Чуть почищу. Все нормально будет. Володя... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, все нормально, все хорошо. Ты что творишь-то, Володь? Все, дучок поставил, Стас. Он теперь наш. Никуда не денется. Да там же гайцы стреляются. Ну, другого варианта не было. Ты так мне до инфаркта доведешь, хотя мне всего-то за тридцаточку. Ну, вот так мысль в голове у меня стрельнула. Но зато в пробках его теперь не потеряю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слежка за Геннадием Борисовичем дала результат буквально на следующий день. Он просто на хвосте привел ребят к своему производству. И, кстати, уже подготовил новую партию товара к отправке. Ну, прям ведет себя, как будто ничего не происходит. И, кстати, закрывать свой бизнес отнюдь не собирается. И ребята готовы взять этого производителя фуфламицина за бубенцей. Надеюсь, от ответственности ему уйти не удастся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо настроить коптер, да, сейчас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, картинка идет у меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грузчики, коробочки. Все ясно? У этих коробок явно лекарство. Куфельное. И охрана есть. В общем, все как надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, ну вы все видели. Работаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, пошли, а то у меня уже кулаки чешутся по этим, ребята. А у тебя всегда кулаки чешутся. А что делать? Вперед? Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, таблеточки пакуем, да? В конце подчищаем и сваливаем. Давай, давай, давай. Двигай, двигай. Руки, стоп! Стоять! 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 Да это гол в свои ворота. А вы что стоите? По стаде хотите загреметь? Валите. Бегом! Пошли. Пошли, Голос. Что, пойдем посмотрим? Заходи. Что у тебя там за складик? Вывай. Ну, собственно, здесь они свой фуфламицин и фасуют. Ну что, Геннадий Борисович, саживайся, разговорчик есть. Сел. А вы что творите, беспредельщики? Беспределы-то у тебя, Геннадий Борисович. Это ты свой фуфламицин людям под видом лекарств втюхиваешь. Что вас, наверное? Родин, сколько заплатили? Два раза больше дали. Ты слишком... Исти не перестанешь, я тебе омлет в штанах устрою, ты понял? Так, ладно, я в полицию позвоню пойду. Ну кто такие вообще? Мы ловим таких же упырей, как ты. Ты что, альтруисты, да? Да, угадал. Мы альтруисты. Главное, что таким одним уродом на свете меньше станет. А другие посмотрят видео и сделают вывод. И подумают, стоит это начинать или нет. А, кстати, что ты там говорил про прозвук? Мы их тоже накроем. Давай всех конкурентов их выдавай. Давай, давай. Давай договоримся. Нет, не договоримся. Потому что ты убийца. Убийца сидит в тюрьме до конца дней своих. И мы все для этого сделаем. Так, ну что, полиция едет? А это твоя медаль. Ребята, какая полиция? За отвагу. На ней все твои денежки. Давай договоримся. Урод. Любые деньги, бабки в машине. Деньги себе оставишь. Ладно, ребята, поехали. У меня еще дельце одно есть. Не законченное. Ни для кого не секрет, что база персональных данных – это товар. Он покупается и продается. И этот товар может попасть в руки не только добропорядочных организаций, но и в руки мошенников. А значит, рано или поздно вам кто-нибудь может впаривать по телефону какое-нибудь фуфло. Что с этим делать? Ну, просто оставайтесь разумными. И если вам поступило какое-то очень выгодное предложение, от которого вы не можете отказаться, посоветуйтесь с друзьями, с близкими, с родственниками. А уж если вопрос касается вашего здоровья, то поверьте мне, по телефону лечат исключительно мошенники. И лучше вашего лечащего врача в ваших проблемах со здоровьем не разберется никто. Вот как-то так. Даш, внимание. Директор колл-центра выходит. Жду с нетерпением. Вот он и кролик. Валерий Петрович! Девочек обижать нехорошо. Жди, за тобой тоже скоро приедут. Мне даже понравилось. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok